После этого Иисус переправился на другую сторону Галилейского, или, как его еще называют, Тибериадского озера. За ним последовало множество людей, потому что они видели знамения, которые Иисус творил, исцеляя больных. Иисус поднялся на склон горы и сел там со своими учениками. Приближалось время Иудейской Пасхи. Когда Иисус поднял глаза и увидел множество людей, идущих к Нему, Он сказал Филиппу, где бы нам купить хлеба, чтобы накормить этих людей? Он спросил это для того, чтобы испытать Филиппа. А Сам Он уже знал, что будет делать. Филипп ответил, если купить хлеба и на 200 динариев, то этого не хватит даже, чтобы раздать каждому по кусочку. Другой его ученик, брат Симона Петра Андрей, сказал, «Тут есть мальчик, у которого пять ячменных хлебов и две рыбки, но разве этого хватит на всех?» Иисус сказал, «Велите людям возлечь». Там было много травы, и все возлегли на траву. Одних только мужчин присутствовало около пяти тысяч. Иисус взял хлебы, поблагодарил за них Бога и раздал возлежавшим так, что каждый брал, сколько хотел. То же самое Он сделал и с рыбой. Когда все наелись, Он сказал своим ученикам, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Они собрали и наполнили 12 корзин тем, что осталось у тех, кто ел от пяти ячменных хлебов. Когда люди увидели это знамение, сотворенное Иисусом, они начали говорить, «Он точно тот пророк, который должен прийти в мир». И Иисус понял, что они хотят насильно поставить Его царем, и поэтому снова ушел на гуру один. Когда наступил вечер, ученики Иисуса спустились к озеру и, сев в лодку, поплыли через озеро в Капернаум. Было уже темно, а Иисуса все не было. Озеро разбушевалось, так как подул сильный ветер. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по воде и приближающегося к лодке. Ученики испугались. «Это Я, не бойтесь», — сказал Иисус. Они хотели взять Его в лодку, и лодка в тот же момент оказалась уже у берега, к которому они плыли. На следующий день народ, оставшийся на противоположном берегу озера, вспомнил, что там была только одна лодка. Они знали, что Иисус не садился в эту лодку вместе со своими учениками, и что ученики отправились одни. К берегу подошли потом другие лодки из Тибериады и тоже пристали там, где народ ел хлеб после того, как Господь произнес благодарственную молитву. Когда люди обнаружили, что ни Иисуса, ни Его учеников там нет, они сели в лодки и отправились в Капернаум искать Иисуса. Они нашли его на противоположном берегу. и спросили, «Раби, когда ты сюда пришел?» Иисус ответил, «Говорю вам истинно, вы ищете Меня не потому, что видели знамения, а потому, что ели хлеб и наелись досады. Заботьтесь не о временной пище, а о пище, дающей жизнь вечную, которую Сын человеческий даст вам. На Нем печать Отца, Бога». Они спросили, «Что же нам делать, чтобы творить дела, угодные Богу?» Иисус ответил, «Дело, угодное Богу, это верить в Того, Кого Он послал». Они спросили, «Какое знамение ты мог бы нам показать, чтобы мы поверили Тебе? Что ты можешь сделать?» Например, отцы наши ели манну в пустыне, как об этом написано. Он дал им хлеб с небес. Иисус сказал им, «Говорю вам истину, это не Моисей дал вам хлеб с небес, а Мой Отец дает вам истинный хлеб с небес». Потому что хлеб Божий – это тот, кто приходит с небес и дает миру жизнь. Тогда они стали просить Его, «Господин, давай нам всегда такой хлеб». Иисус сказал, «Я сам и есть хлеб жизни. Кто приходит ко Мне, тот никогда не останется голодным. И кто верит Мне, тот не будет испытывать жажды. Но, как я уже говорил вам, вы видели Меня и все равно не верите. Все, кого Отец дал Мне, непременно придут ко Мне. И кто придет ко Мне, того я никогда не прогоню. Ведь Я пришел с небес не для того, чтобы делать то, что Сам хочу, но чтобы исполнять волю Того, Кто послал Меня. А воля пославшего Меня заключается в том, чтобы Я не потерял никого из тех, кого Он мне дал, но чтобы в последний день Я воскресил их. Воля Моего Отца заключается в том, чтобы каждый, кто видит Сына и верит в Него, имел жизнь вечную. И Я воскрешу Его в последний день. Бывших там иудеев разозлило то, что Иисус сказал, «Я хлеб, пришедший с небес». Они говорили, «Разве Он не Иисус, сын Иосифа? Мы же знаем и Отца Его, и Мать, как Он может говорить, Я пришел с небес». Иисус сказал, «Не возмущайтесь, никто не может прийти ко Мне, если Отец, который послал Меня, не привлечет Его. Я воскрешу Его в последний день». У пророков записано, они будут все научены Богом. Каждый, кто слушает Отца и учится у Него, приходит ко Мне. Но никто не видел Отца, кроме пришедшего от Бога. Только Он видел Отца. Говорю вам истину, «Тот, кто верит в Меня, имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. Ваши праотцы ели манну в пустыне и все же умерли. Но этот хлеб, сходящий с небес, таков, что человек, который ест его, не умрет. Я живой хлеб, пришедший с небес. Кто ест этот хлеб, тот будет жить вечно. «Этот хлеб – тело Мое, которое Я отдаю ради жизни мира». Тогда между иудеями начался спор, как это Он может дать нам Своё тело, чтобы мы Его ели. Иисус сказал им, «Говорю вам истину, если вы не будете есть тело Сына Человеческого и не будете пить его крови, то в вас не будет и жизни. Каждый, кто ест тело Мое и пьет кровь Мою, имеет жизнь вечную. И Я воскрешу его в последний день, потому что тело Мое – это истинная пища, и кровь Моя – это истинное питье. Тот, кто ест тело Мое и кто пьет кровь Мою, тот находится во Мне, и Я в Нем. «Как живой Отец послал Меня, и как Я живу благодаря Отцу, так и тот, кто питается Мной, будет жить благодаря Мне». Хлеб этот пришел с небес, и он не таков, как тот, который ели ваши праотцы, которые умерли. Но тот, кто питается этим хлебом, будет жить вечно. Иисус сказал это, когда учил в синагоге в Капернауме. Многие из его учеников, услышав это, говорили. Это какое-то непонятное учение, и кто только может его слушать. «Сим г chorus». Многие из них их будущие, которые удалось жить. Продолжение следует...